КПРФ КПРФ возглавляет лидер партии Геннадий Зюганов. Второй идет летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая. Третьим Юрий Афонин. Кроме того, в списке находятся такие известные люди, как Нобелевский лауреат Джорес Алферов, адмирал Владимир Камаедов и режиссер Владимир Бартко. Есть и новые лица, такие как писатель Сергей Шаргунов. Партия, которая выступает реально за социальную справедливость, которая объединяет все народно-патриотические силы, пользуются на самом деле поддержкой 80% населения, потому что все, о чем говорится о Компартии, противостояние олигархии, сырьевой модели экономики, уважение к собственной истории, понимание ее преемственности, подлинное народничество, забота о человеке труда, это находит отклик у абсолютного большинства людей. Самое главное, чтобы люди услышали. Всего на сентябрьских выборах 38 партийных списка и 225 одномандатных округов. Омская область – это отдельный партийный регион, включающий в себя три округа. По 139-му идет Андрей Алехин, по 140-му – Олег Смолин и по 141-му – Олег Денисенко. В отличие от всех других партий, мы очень серьезная партия. Мы не гоняемся за тем, чтобы, знаете, как некоторые партии формируют команду звезд, покупают игроков и так далее. Вот так же формируют списки. Мы исходим из того, что мы приглашаем в наши списки тех людей, которые нам близки по духу, близки по мировоззрению, которые с нами вместе многие-многие годы работают и которые уже зарекомендовали себя бойцами за реализацию нашей программы. Вот с этой точки зрения, я считаю, наши списки очень хорошие в этих списках и в партийном списке, и в одномандатных округах. Люди все проверены, все без исключения. Люди все достойные, люди все очень грамотные. И одномандатников, и омский партийный список съезд полностью поддержал и утвердил. Это подтвердил и лидер омских коммунистов Александр Кровец, который во главу угла ставит эффективность каждого из кандидатов. У человека должна быть убежденность, и он должен следовать ту политическую линию, которая прописана и в программе партии, и в программе, я сказать, утвержденной всей партией принимаемой. Это первое. Профессионализм очень важная черта, потому что парламентская работа требует серьезных навыков, знаний, кругозора. И это сегодня, к сожалению, профессиональная деятельность в тех рамках. Третье. Это, конечно, его активность масса. Работать с людьми. Это и внимание к людям, откликаться на их заботы, а с другой стороны, это умение убеждать, объяснять, повторяю, но убеждать с позиции нашей партии, с позиции нашей программы. Вот. И, конечно, заслуги перед партией.